Всем привет, друзья! Что-то давненько на этом канале не было сюжетов о простых ребятах. Ведь привычная нам жизнь несколько отличается от жизни в той же Америке. Поэтому сегодня мы поговорим о Максиме Трухановце, которому не только удается совмещать работу и тренировки, но и ставить при этом мировые рекорды. Поехали! Как вы уже могли заметить, Максим обладает довольно солидной мышечной массой, при этом процент подкожного жира минимален. Конечно же, сейчас накинутся диваны-эксперты с обвинениями об использовании препаратов. Однако после общения с парнем у меня не возникает сомнений в его натуральности и в правдивости его слов. Начнем, пожалуй, с того, что спортом Максим начал заниматься с самого детства. Его стаж составляет уже 13 лет. Многие уже нарисовали себе в голове картину беззаботного паренька, которого кроме спорта ничего больше не интересует. Однако это не так. Максим программист и данному ремеслу уделяет основную часть своего времени. Прочитав название этого ролика, вы, наверное, подумали, при чем тут вообще монстр? Сейчас объясню. В кругах спортсменов, которые занимаются воркаутом, именно так парни называют. И не за его телосложение, разумеется, а за силовые рекорды. Так, например, Максиму удалось зафиксировать свой рекорд в книге рекордов Гиннеса и сделать 30 подтягиваний за одну минуту с весом 40 фунтов. А также поставить рекорд в выходах силой. В количестве 21 чистый выход. Кстати, для тех, кто думает, что сможет больше, ознакомьтесь сперва с техникой этих самых выходов, поскольку судят их в воркауте максимально строго. Помимо прочего, пока весь интернет захлестывала волна ответов на видео Игоря Войтенко, где нужно было за 120 секунд подтянуться максимальное количество раз, Максим скромненько выложил на свой канал видео, где подтянулся 62 раза, что также стало абсолютным рекордом. На этом месте у многих возник резонный вопрос. Сколько же тренируется этот парень? И ответ 6 дней в неделю. С перерывами только во время болезней. А ну тогда понятно, девушки точно нет. Невозможно же совмещать спорт, 6 дней в неделю, программирование и еще и с девушкой встречаться. Тут вы правы, девушки у него действительно нет. Но зато есть жена, с которой он разделяет еще одно хобби – просмотр фильмов. Они, по словам Максима, киноманы, и не прочь посидеть с чашечкой чая за просмотром хорошего фильма. Как видите, совмещать можно что угодно, вопрос лишь в том, хотите ли вы это совмещать. Найти оправдание, как известно, гораздо проще, чем что-либо сделать. На вопрос, что же вносит более весомый вклад в достижение, врожденная предрасположенность или труд, парень ответил так. Сложно сказать. Точно можно сказать только то, что если эти качества встречаются в одном человеке, тогда успех неизбежен. Но без труда ты об этом не узнаешь. Кстати, за спортивные достижения Максиму подарили целую спортивную площадку в 50 метрах от его родного дома. Как признается сам спортсмен, очень приятно, когда твои достижения могут принести пользу не только тебе, но еще и окружающим. Ведь эта площадка пользуется большим спросом у местных ребят. До этого в родном городе Максима таких площадок никогда не было. В заключение скажу, что Максим на редкость скромный парень. И даже название этого видео ему показалось слишком уж громким. Однако, на мой субъективный взгляд, именно те люди, которые не кричат на весь мир о своем величии, больше всего его заслуживают. Если вам интересно, то мы записали более подробное интервью, где вы можете ознакомиться с большим количеством деталей о личности Максима. А также обязательно посетите инстаграм парня и его ютуб-канал. Несмотря на то, что Максим пока не планирует развиваться как медийная личность, вы сможете найти для себя уйму мотивации. Что ж, друзья, а на этом, пожалуй, все. Переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на этот канал, если хотите. И пишите, хотели бы вы видеть больше сюжетов, подобных этому, или же нет. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok